Экшен Здравствуйте, я Александр Забара. Сегодня поговорим о решении некоторых распространенных проблем в создании экшена в Photoshop. А делать мы это будем на примере экшена, копирующего информацию из каналов изображения в слои. Это очень удобный объект для показа, потому что, во-первых, он есть в инструментарии почти каждого фотографа и цветокорректора. Он очень часто применяется на практике, но почти всегда он записан неоптимально или содержит явные ошибки. Проверьте себя, проверьте свой инструментарий. Если чашка чая уже на вашем столе, то мы начинаем. Работая в Photoshop, мы постоянно работаем с масками. Часто маску можно позаимствовать в одном из каналов изображения. Обычно говорят, что изображение состоит и из 10 каналов, имея в виду 3 канала RGB, 3 канала LAP и 4 канала CMYK. Каждая из них или их комбинация могут быть использованы как маска. Иногда можно сразу применить информацию из каналов к маске слоя, но удобнее вначале перенести информацию из канала на слой, произвести ее доработку и уже потом перенести результат в маску. Как же можно перенести информацию из канала на слой? Ну, казалось бы, а в чем сложность? Выбрать канал, скопировать его содержимое в буфер и вставить на слой. Но не все так просто. На этом изображении вот тут установлены маркеры для контроля цвета. Посмотрим на их значения в палитре Info. Для зеленого канала мы видим у маркеров значения 138, 98 и 144. Давайте запомним их. Обратите внимание, что Photoshop при просмотре одного из каналов RGB показывает его значения в двух других каналах. Давайте откроем панель Color Settings. Edit. Color Settings. Многие, устанавливая профиль по умолчанию для пространства RGB и CMYK, не обращают внимания на настройку Gray, думая, что с Grayscale они все равно не работают. Но канал, по сути, это монохромное изображение. И как будет отображаться монохромное изображение, зависит как раз от профиля в поле Gray. Какой профиль должен стоять в этом поле? Он должен соответствовать цветовому профилю вашего документа. Соответствие это следующее. Если документ в Adobe RGB, то Gray Gamma 2.2. Если документ в sRGB, то это профиль sGray. И если наш документ в Profoto RGB, то это профиль Gray Gamma 1.8. Обратите внимание на цифры цвета в панели Info. Пока информация находится в канале, это просто настройка просмотра. Сам канал при подстановке разных профилей, как вы видите, никак не меняется. Но если вы вставите канал через буфер обмена, будет произведена конвертация с учетом профиля в поле Gray и профиль вашего документа. Этот документ, как мы видим, в Adobe RGB. Поэтому я подставляю профиль Gray Gamma 2.2. Вставляю канал в слой. Посмотрите на цифры для маркеров. Это те же самые значения 138, 98, 144, которые мы видели в канале. Канал был вставлен верно. Конвертация применяется именно при вставке информации из буфера. Так что экспериментируя, нам не нужно копировать канал в буфер многократно. Давайте теперь установим какой-то другой профиль. Вставляем канал. Как вы видите, значения в палитре Info у нас некорректные. То есть, одна и та же операция копирования вставки канала через буфер приведет к абсолютно разному результату, зависящему от профиля в поле Gray. Так как наша задача в итоге записать все действия в Action, такой метод нам не подходит, потому что выбрать автоматически необходимые соответствия профиля Gray профилю того документа, с которым вы работаете, средствами самого Photoshop у вас не получится. Простой и удобный способ переноса каналов это применение команды Apply Image. Работая с ней, вы обязательно вначале должны выделить тот слой, канал или маску, куда вы будете переносить информацию. И уже потом применять эту команду. Изменю Image, Apply Image. Выберем наш зеленый канал. Посмотрим на значения маркеров. Они корректны. 138, 98, 144. При переносе информации через Apply Image Photoshop просто заполняет все каналы изображения информацией из выбранного. Вы получите три абсолютно одинаковых копии канала. В этом случае при работе в RGB никакой конвертации через профиль Gray не происходит. Вам становится абсолютно неважно, какой профиль Gray у вас установлен. Давайте для проверки подставим в поле Gray какой-то другой профиль и повторим действия. Создаем новый слой. Меняем профиль. Применяем команду Apply Image. Посмотрим на значения цвета. Они по-прежнему корректны. 138, 98, 144. Как вы видите, никакой разницы. Однако, стоит нам изменить модель на CMYK или Lab, Apply Image больше нам не поможет. Перевожу картинку в Lab. Пробую применить Apply Image. И, как вы видите, слой становится синий-оранжевым, а не нейтральным. Перевожу изображение в CMYK. Применяю Apply Image. Как вы видите, слой приобретает коричневый оттенок. Это происходит из-за того, что каналы Lab и CMYK, в отличие от RGB, неравновесные. Создание всех одинаковых каналах в этих моделях не дает нейтрального изображения. Вернем документ в RGB. Решение, которое вам обычно предлагают разные авторы, это создать дубликат документа в Lab или CMYK с помощью команды Image, Duplicate, и из него через команду Apply Image перенести канал в RGB изображение. При таком переносе Photoshop учтет профиль принимающего документа и перенесет канал корректно. И вот тут уже кажется, что всего-то и остается записать эти действия в Action и автоматически получать копии нужных каналов. Чаще всего вам его предлагают записать примерно так. Создают новый Action. Создают группу. Называют ее. Создают новый слой. Создают дубликат документа. Преобразуют его в модель Lab. Возвращаются в оригинал. Применяют слой из дубликата через команду Apply Image. Повторяют то же самое для канала A. И для канала Lightness. После чего закрывают дубликат в Lab без сохранения. Если ваш Action записан так же, ничего удивительного. Именно такой вариант качует по многочисленным форумам и очень распространен. Так что же с ним не так? Работая над каким-то заказом, вы решаете применить этот подарочек с форума для создания масок. Например, вот к этому документу с мороженым. Применяем этот Action. Работа сделана и все вроде в порядке. Самое худшее, если вы именно так и подумаете и закроете этот файл с его сохранением. После этого рвать на себе волосы будет уже бесполезно. Взглянем на предыдущий документ. Вот наше фото с мороженым. А вот это соседний документ справа, уничтоженный применением такого экшена. Проблема вот в чем. Photoshop крайне ограничен в том, как он может записать в экшен перемещение между открытыми файлами. Нельзя записать в экшен ни команду «Выделить файл с таким-то именем», ни «Закрыть такой-то файл». Все, что он может, это записать выделение файла по счету на нужное количество перед активным или после активного документа. При разном количестве открытых файлов, экшен такого типа либо просто перестанет работать, либо начнет портить ваши файлы, вместо того, чтобы облегчить вам работу. Использование его в практической работе похоже на езду по дороге на машине без тормозов. До цели вы доедете вряд ли, а вот собьете кого-то на дороге наверняка. Но мы с вами выберем транспорт получше. Эй, док, мы сможем здесь разогнаться, здесь очень короткая дорога. Дорога. Кому нужны дороги? Если Photoshop не умеет нормально переключаться между документами, то есть перемещаться в пространстве, не беда. Мы останемся в пределах одного документа, а перемещаться будем во времени, с помощью палитры истории Photoshop. Так что сегодня нам помогают Doc и Marty. Небольшой комментарий перед тем, как начать. Вообще, все экшены, которые мы записываем в Photoshop, можно условно разделить на две группы. Первая – одноразовая, для выполнения цепочки действий в конкретном заказе. После выполнения заказа они, как правило, стираются, и стабильная работа с другими заказами от них не требуется. Второй тип – экшены для выполнения регулярно повторяемых операций. Однажды записанные, они живут в вашем рабочем арсенале годами и экономят уйму времени и нервов. Экшен для копирования каналов относится ко второму типу. Он должен работать везде, где вы работаете с масками. Опишем условия, в которых он должен ставаться работоспособным. Он должен работать не только в RGB, но в LAP и CMYK. Он должен работать в файлах с глубиной цвета 8, 16 и 32 бита. Он должен стабильно работать, не давая ошибок, даже при замене профиля грей в настройках Photoshop. Он не должен зависеть от других открытых файлов. Он должен выполнять все действия максимально автономно, не требуя нашего вмешательства. Так как дальше мы будем работать с палитрой истории, начните с проверки, установлена ли галочка, разрешающая работу с нелинейной историей. Даже если она не будет установлена, наш экшен сбоя не даст. Просто часть операции не будет отображаться в палитре. Нам будет удобнее ее поставить. Ну а теперь давайте запишем настоящий экшен, копирующий каналы из LAP. Как и многие другие экшены, этот мы начинаем с автоматического выбора места в документе для создания группы слоев. Этот экшен должен создавать самую верхнюю группу, чтобы не смешивать наши слои со слоями документа. Чтобы группа заняла самое верхнее положение в документе, вне зависимости от того, активны слои или нет, достаточно снять выделение со всех слоев и после этого создать группу. Но вы не знаете заранее, будут ли в документе слои. Если в документе будет только один бэкграунд, при воспроизведении мы получим сообщение об ошибке. Самое простое решение следующее. Добавим в экшен в начале создание временного слоя темп. Теперь у нас в любом случае будет минимум один слой без учета бэкграунда. А после команды создания группы запишем в экшен удаление этого слоя. Вот теперь наша группа займет самую верхнюю позицию в документе, вне зависимости от отсутствия других слоев, их наличия или активности. Так как дальше мы будем перемещаться во времени, нам нужно установить точку возврата к этому моменту. Создадим снапшот старт. В файле до этого могли быть слои и папки. А для выполнения последующих операций нам нужен объединенный файл. Мы можем или записать в экшен привычную команду склеить изображение, или в тех случаях, когда объединенное изображение может потребоваться несколько раз, можем сохранить объединенный снапшот нашего изображения и переключиться на него. Вот наш объединенный файл. Как же нам перенести каналы из лаб? На первый взгляд кажется, что это сделать невозможно в одном документе. Но давайте подумаем. Какой способ из уже рассмотренных беспроблемно переносил каналы? Apply Image в модели RGB. А наш документ сейчас находится в лаб. Тут Apply Image не сработает. Значит, надо как-то сделать так, чтобы каналы лаб оказались в RGB. Как этого добиться? Придется провести их туда контрабандой. Помимо каналов образующих цвет, в файле могут содержаться альфа-каналы. Альфа-каналы снимем копию наших каналов и зададим им имя, отличное от имени по умолчанию. Альфа-каналы никак не меняются при изменении модели цвета, но сохраняют себе информацию. После этого нужно преобразовать файл в RGB. Небольшой практический совет. Если ваш экшен сложный и несколько раз обращается к командам преобразования в разные цветовые модели, то для удобства его редактирования все команды преобразований можно вынести в отдельные микроэкшены. Я уже записал их заранее. Если вам понадобится быстро изменить способ преобразования, вы делаете это один раз, а не выискиваете копии команды конвертации по экшену. Вернемся к нашему экшену и запишем в него условия. Если файл не в RGB, воспроизвести экшен Convert to RGB. Сохраним снапшот и назовем его Lab Channels. Мы сюда еще вернемся. Теперь применяем с помощью Apply Image канал B прямо в слой Background. Наш слой во всех каналах теперь содержит одинаковую копию канала B, а каналы RGB, как мы помним, равновесные. Выделяем все и копируем слой, а не канал, в буфер обмена. Система преобразования цвета без труда справится с переносом информации в любую цветовую модель. Профиль грей на нас никак не повлияет. Теперь нам нужно перенести информацию из буфера в папку Lab Channels. Помните, мы ее создавали в начале? Но у нас сейчас уже нет никакой папки. Мы давно ее удалили и сделали с файлом множество манипуляций. Тогда мы отправляемся в прошлое, туда, где папка еще была. Загружаем Snapshot Start. И вставляем в папку слой из будущего этого же файла. Задаем слою имя и отключаем. Почему я оставляю папку включенной, а слой отключенным? Если слои будут отключены и вы захотите просмотреть один из них, вы просто его включите. Это всего одно действие. А если все слои будут сразу включены, для просмотра одного вам придется отключать от 2 до 9 слоев, что менее удобно. Теперь нам нужно сохранить новую точку возврата. Создаю новый Snapshot и называю его Start plus B. Первый Snapshot сразу сотрем. Он нам больше не нужен. По ходу работы мы освобождаем память фотошопа от ненужных данных. Нам нужно скопировать следующий канал. Для этого мы перемещаемся в то будущее, где уже существовали три канала Lab в RGB документе. Загружаем наш Snapshot Lab Channels. Теперь применяем через Apply Image канал A, копируем его и отправляемся в прошлое, где у нас уже есть папка с каналом B. Загружаем Snapshot Start plus B. Вставляем слой, задаем его имя, отключаем. И сохраняем новый Snapshot Start plus B plus A. А предыдущий Snapshot Start plus B стираем. Снова отправляемся в будущее за третьим каналом. Снова применяем его через Apply Image. Копируем в буфер. Летим в то прошлое, где у нас уже есть папка и два слоя. И добавляем к ним третий. Снова называем слой. И отключаем. Переключаемся на группу. И стираем все наши оставшиеся Snapshot. Теперь задумайтесь. Во временной линии этого документа ничего не происходило. Вы не делали с ним никаких операций. Не создавали его дубликатов. Не преобразовывали в другие модели. Не меняли его структуру. Вы только создали в нем пустую папку. А потом в ней вдруг ниоткуда появились нужные слои. А никаких других временных линий больше не существует. Так как мы их все удалили. Такой цикл операции во времени достаточно универсальное решение для создания многих других экшенов. Но нам еще нужно, чтобы экшен стабильно работал не только в RGB, но в Lab и ЦМИК, а также с 32 битами. Поэтому добавим в него несколько условий. Если документ имеет 32 бита, то конвертируем его в 16. Так как 32 бита может быть только в RGB, мы понижаем битность до максимально возможной в Lab и ЦМИК. Если документ в RGB, то конвертируем его в Lab. Если документ в ЦМИК, то же конвертируем его в Lab. И вот теперь наш экшен выполняет все поставленные в начале условия. Попробуем применить его в Lab документе. В ЦМИК документе. В 32-битном документе. Как видите, он работает как часы. Чтобы не утомлять вас показом записи экшенов для оставшихся моделей, я просто продемонстрирую вам их логические схемы. Сама их запись почти ничем не отличается. Вот схема экшена, которую мы только что записали. Если мы создаем группу Lab каналов в Lab документе, каналы преобразуются в слои через временной цикл. В 8-16 битном RGB и ЦМИК он вначале преобразуется в Lab, а потом каналы извлекаются через временной цикл. В 32-битном RGB вначале производится понижение до 16 бит, потом преобразование в Lab, и потом каналы извлекаются через временной цикл. Если вы создаете группу RGB каналов в любом RGB документе, они извлекаются напрямую через Apply Image, а в ЦМИК или Lab через временной цикл. Если вы создаете группу ЦМИК каналов в ЦМИК документе, каналы будут извлечены через временной цикл. В 8-16 битном RGB и Lab вначале преобразуется в ЦМИК, а потом каналы извлекаются через временной цикл. В 32-битном RGB вначале понижаются до 16, потом преобразуется в ЦМИК, и каналы извлекаются через временной цикл. Ну и для экшена, переносящего один выбранный канал, в любых RGB документах он будет извлекаться через Apply Image, а в ЦМИК и Lab через временной цикл. Чтобы не записывать все это самим, вы можете воспользоваться моим готовым набором экшенов. Вот он. Помимо команд создания RGB Lab и ЦМИК групп, тут есть команда для создания группы из всех 10 слоев, команда для копирования в слой любого выделенного вами канала, и дополнительные команды для дальнейшего использования выделения. Вы можете загрузить доработанные каналы как выделение, вы можете сохранить их назад в альфа-канал, или создать один из представленных слоев с готовой маской. Инструмент отлажен и полностью готов к работе. Как вы видите, запись хорошего экшена требует не только предварительного планирования, но и творческого поиска решений, неожиданно возникающих проблем. Ну а теперь самое время посмотреть на свои экшены и подумать, не стоит ли их оптимизировать, ускорить, сделать более стабильными. Я надеюсь, что те приемы, о которых вы узнали сегодня, помогут вам в этом. Как и прежде, если вы считаете этот урок полезным, вы можете поддержать этот проект в том размере, в котором считаете необходимым. Ссылку на скачивание экшена и реквизиты вы можете найти внизу в описании видео. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает проекту открытых уроков. Именно ваши реакции и ваша поддержка очень мотивируют меня продолжать дальше. Спасибо. На сегодня я прощаюсь с вами и до новых встреч в будущем. Редактор субтитров А.Семкин